Далеко не на все девайсы с распаковок мы делаем полноценные обзоры, но я знаю, что вы очень ждали обзор этих новинок от Ardor, поэтому встречайте Ardor Guardian и Ardor Phantom Pro. Меня зовут Арсений, ты на канале Игроман, let's go! И если вам нравятся наши обзоры и вы хотите видеть больше крутых новинок на канале, то к вам, друзья, небольшая просьба поставить лайк и подписаться на канал, ведь по статистике почти 70% зрителей не подписаны. Большое спасибо! Но начнем мы с клавиатуры. Ardor Guardian довольно странный девайс, визуально ничем не примечателен, коробка самая стандартная и ценник средний 7 799 рублей. Проходной, подумал я, когда увидел его на сайте, но после распаковки я был приятно удивлен. Во-первых, в эту цену вы получаете без провод, во-вторых, gasket mount, в-третьих, PBT-кейкапы, в-четвертых, южный светодиод, пятый пункт, поликарбонатный плейт, шестой, hot swap. К этому добавляем шумку, софт и RGB подсветку. Согласитесь, после детального рассмотрения Guardian превратился из неприметной клавиатуры в настоящий хит, который хочется прямо сейчас взять, оформить и получить в ближайшем ДНСе. Но вопросы все-таки есть, и первый это дизайн. Такое ощущение, что ребята из Ardor пришли на завод по производству клавиатур китайцам и сказали, дайте нам лучшую 98% основу, при этом всем еще чтобы недорого, но нам нужна какая-нибудь уникальная фишка. Например, поставьте нам кейкапы, которые никак не сочетаются с цветом корпуса. Нет, ну серьезно, я не понимаю, как можно было поставить такой сет кейкапов на эту основу. Я бы еще понял, если бы цвет корпуса был бы белый или бежевый, но светлые кейкапы к черной базе вариант, мягко говоря, спорный. Шрифт тоже вызывает вопросы, лично я предпочитаю минималистичный и лаконичный дизайн, впрочем, шрифт это уже вкусовщина. Раз уж начали про кепки, давайте про них и закончим. Это бюджетный сет по БТ-колпачков с кириллицей. Символы нанесены с применением сублимации, профиль XDA, а толщина порядка полутора миллиметров. В целом вариант нормальный, но ожидать чего-то невероятного не стоит. Тактильно никакой зернистости нет, поэтому вполне возможно быстрая полировка поверхности, даже несмотря на полибутилен терифталат в составе. Из плюсов, помимо необычного профиля и толщины, могу выделить непросвечивающие стенки. Правда, вот подсветки символов нет, имейте это в виду. Скажем так, для рынка масс-маркет клавиатур в России кейкапы хорошие. Лучшие кепки я встречал разве что у Дарков, но с дизайном Гуардиана я смириться так и не смог. Кстати, напиши в комментариях, как дизайн этой клавиатуры тебе, быть может кому-то такой вариант придется по душе. Касаемо корпуса клавиатуры, это конечно же пластик, в нашем случае черный матовый. Говорить про качество не вижу смысла, ну самый обыкновенный бюджетный пластик. Отпечатка не собирает и китаем не пахнет, за это плюс, но никакой премиальности речи не идет. По сути перед нами очередной OEM, Никта ЖДРО А98 построена глобально на этой же основе. Тот же форм-фактор и компоновка, те же переключатели режимов, та же нижняя часть клавиатуры. Но в этом, еще раз повторюсь, ничего криминального нет. Главное, чтобы девайс стоил адекватно и был качественным. И с этим у ребят из Ardor полный порядок. Например, отличное строение, gasket mount. О нем я уже рассказывал ранее на канале. Если супер кратко, то внутри клавиатуры появляется подвижная основа, которая поглощает удар и делает звук тише. Правда, тут gasket ну очень бюджетный. Поликарбонатный плейт тоже способствует подвижности и поглощает удар. Еще одно преимущество клавиатуры, полная шумка в стоке. Как между платой и плейтом, так и внутри корпуса. Между платой и плейтом силикон, а вот внутри тонкий пеноматериал. Да, по факту его более чем достаточно и никаких шумов внутри корпуса нет. Но силиконовая шумка была бы все-таки интереснее. К тому же Doreo A98 была полностью в силиконе. Внутри корпуса помимо шумки есть и аккум. Клавиатура же беспроводная. Емкость хорошая, 5000 мАч. По опыту, неделю без подзарядки клавиатура жить будет точно. Ну и конечно же, как у любой современной среднесегментной клавиатуры, у Guardian есть полноценный хот-свап. И на 3 пин, и на 5 пин. При этом вендор сокетов каил. В общем, надежно и вопросов нет никаких. Со свитчами ситуация интересная и аналогичная патрону. На коробке указано, что здесь стоят обычные Gateron Yellow. Но по факту тут стоят Gateron G Pro Yellow. То есть смазанные с завода. Затягивать с переключателями не хочется. Если опять же кратко, то это качественные линейные свитчи с неплохой смазкой из коробки. Сила нажатия 50 граммов, ресурс более чем внушительный. В общем, брать можно. А вот стабы у Guardian очень странные. Звучат они вроде и неплохо. Но во-первых, это плейт-маунт стабы. А во-вторых, у них нет смазки. Причем от слова совсем. И это странно, ведь в современных клавиатурах смазанные стабилизаторы это обыденность. Это свитчи могут быть не смазаны, а стабы-то в подавляющем большинстве среднесегментных клавиатур мажут обильно. В общем, непонятно. За эти деньги хотелось бы иметь клавиатуру с хорошими стабилизаторами в стоке. Те же конкуренты в лице АКО, Red Square и Dark Project делают это уже давно. Впрочем, благодаря Hot Swap усмазать стабилизаторы самостоятельно довольно просто. Особенно плейт-маунт. Кстати, плата PCB-маунт стабы не поддерживает, что тоже немного печально. Не критично, но у патрона такая возможность есть. А вот что в патроне и Guardian идентично, так это расположение светодиода. Оно южное, то есть нижнее. Никакой интерференции с любым профилем кепок. Снизу все тоже отлично. Во-первых, есть кабель-каналы для удобного вывода провода во время проводного подключения или же зарядки. Во-вторых, куча прорезиненных ножек, в том числе под пробелом. И выдвижные двухуровневые также имеют прорезиненные накладки. Справа у нас расположен магнитный отсек для донгла. А на левой грани переключатель режимов. Проводной, беспроводной по 2,4 ГГц и, собственно говоря, Bluetooth. Да, я бы мог вам рассказать про софт, но он тут самый стандартный. И дабы не затягивать хронометраж видео, скажу лишь краткий итог по клавиатуре. Найти аналогичную беспроводную клавиатуру в этом бюджете с похожими фишками, при этом в России, имхо нереально. И если вы готовы в дальнейшем смазать стабы, а дизайн вопросов не вызывает, то Ardor Guardian это ваш выбор. Ну а сейчас про Ardor Phantom Pro. В этом бюджете мышь действительно хороша, но все-таки есть некоторые нюансы, которые стоит иметь в виду. Давайте быстро по начинке. Она тут топовая без всяких но. Сенсор. Шикарный PAW3395 от PixArt. Если не углубляться в характеристики, то это отличный энергоэффективный сенсор, который у вас сорвать ну просто не получится. А благодаря тому, что сенсор потребляет меньше заряда, Phantom Pro будет работать чуточку дольше. Тем не менее, рассчитывать на условную неделю не стоит, ведь внутри расположен не самый емкий аккум, всего на 300 махов. Помимо аккума, внутри расположились шикарные микрогикаил GM8.0 с четким и приятным кликом, а также топовый энкодер TTC Gold с ресурсом 2 миллиона вращений. Прокрутка колеса крайне приятная. Вобл есть, но минимальный, и при этом эксплуатации никак не мешает. А вот по LKM и PKM есть вопросы. В частности, присутствуют заметный сайт-тревел, прет-тревел и пост-тревел. И скорее всего, это конструктивная особенность мышки, так как блок кнопок модульный, и при желании его можно легко снять. Тем не менее, при детальном изучении такая реализация все-таки бросается в глаза. И получается довольно странная история, когда начинка действительно шикарна, а итоговая реализация смазывает картину. А вот боковые клавиши хороши. Никакого пре- и пост-тревела, да и дифференцируются хорошо. За клики отвечают маленькие черные микрики от Хуана с зеленым толкателем. В целом, хорошее решение. По сборке у мыши, на первый взгляд, все гуд. Никаких особых хрустов или люфтов нет. Но как только ты пытаешься надавить либо на левую грань, либо наверх, то происходят чудеса. В частности, модульная крышка из-за тонкого пластика продавливается, ну, очень легко. И боковые активируются без проблем. И вот тут очень важный нюанс. Если для вас важен вес мышки и цена, то однозначно Phantom Pro. Если ценник уже не играет решающей роли при выборе, но вес все еще важен, то можно смотреть в сторону Ламзу Атлантис. Правда, форма там другая. Ну, а если важен монолитный корпус и качество сборки, то Dark Project ME4 вам понравится. Обещаю. Кстати, касаемо веса Phantom Pro. Все отлично. 67 граммов и идеальный весовой баланс. Мышь никуда не перевешивает. А форма для меня одна из самых удобных. По сути, Phantom Pro это клон Logitech G Pro Wireless и G Pro X Superlight. Симметричная мышь под правую руку. И как раз моя основная мышь это G Pro X Superlight. Скажу честно, пересев на пару дней за Phantom Pro, разницы я почти не заметил. И скилл не просел от слова совсем. В общем, форма максимально универсальная. И подойдет как под комбинированный хват, так и под коготь. И да, я бы вам сейчас опять же мог рассказать про софт. Но он тут самый стандартный, оемный. Ножки у мыши тоже хороши. И комплект поставки топовый. Все как и полагается Ardor'у. Но итог, что по мышке, что по клавиатуре будет похожий. Ardor Guardian это хорошая клавиатура с классным форм-фактором. С топовой начинкой и самой главной по привлекательной цене. И глобально минусов для меня у этой клавиатуры всего два. Первый это несмазанные стабилизаторы. Если вы умеете и хотите это сделать, то обязательно займитесь этим. И минус сразу же устранится. А второй это сочетание цвета кейкапов и непосредственно корпуса. Лично мне такой вариант не зашел, скажем честно. В остальном же клавиатура действительно крутая. И аналогов в России по этой же цене в таком же форм-факторе. Но лично я не знаю. Возможно, у Dark Project такого форм-фактора я не наблюдал. В общем, клавиатура действительно неплохая. Если не сказать иначе, хорошая. Смело могу вам рекомендовать ее к покупке, если она вам зашла. Касаемо мышки, ситуация похожая. У нее топовая начинка, вопросов ноль. У нее классная форма, которая идеально лично мне ложится в руку, но страдает сборка. И если, опять же, для вас это не является минусом, вы не собираетесь прогибать мышку, клацать ее, ударять об стену, бросать, сжимать, то можете, опять же, ее смело брать. Ardor Phantom Pro действительно классный девайс по приятной цене. Альтернатив, опять же, не так уж и много в бюджете до 4,5 тысяч рублей. Но понравилась ли эта мышка и клавиатура тебе, обязательно прямо сейчас напишем это внизу в комментариях и про ролик тоже не забудь. Но меня по-прежнему зовут Арсений, ты был на канале Игроман, покупай правильные и проверенные игровые девайсы. И увидимся с тобой уже совсем скоро в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Продолжение следует...